Резерв Резерв И впервые столкнулись с Данией, Норвегией, с Венгрией уже на самом турнире. То есть мы не знали игроков, как победу. Но к чести, в общем-то, игроков, конечно, волевые качества, бойцовские, в принципе, это сыграло в этой команде такую, будем говорить, главную роль. Вячеслав Кириленко, который еще в прошлом году был помощником в главной национальной команде у Евгения Трифилова и выигрывал чемпионат мира в Китае в 2009-м, имеет колоссальный опыт работы с молодежными и юношескими сборными. Его поход начался еще с командой 1983 года рождения, спас новый, паленовый, турей и узковый в составе, выигравший в свое время и Европу, и мир. До вчерашнего дня его последним достижением с юниорками была виктория на чемпионате мира 2008, с 90-м годом рождения, где феерили хмырова Сеня Никитина. И вот новый успех теперь уже с командой 94-95 годов рождения. Мы их с тренировок выгнать не можем. Мы не можем выгнать. Мы свет в зале тушим сейчас, чтобы они при другвазовых тренировках уходили из зала. Это правда. Они вам подтвердят. Больше опыта. Уже бывали в таких ситуациях. К сожалению, не дотягивали до конца. Но это помогло, так как все-таки психологически стали сильнее. Анна Вяхерева, младшая сестра Полины Вяхеревой, взрослой, чемпионки мира, во всем равняется на старшую. Полина больше, чем сестра. Это слова Ани Вяхеревой. Она в свои 16 капитанец сборной России, в которой многие девчонки старше ее на год. Настоящий лидер, которому довелось своей рукой принести на чемпионате Европы о своей команде самую главную победу. Семиметровый, реализованный Аней Вяхеревой на последней минуте финала против Дании, принес драматичную победу 24-23. По ходу первенства континента россиянки выиграли все свои семь матчей. Было очень страшно, на самом деле. Очень волновалась. Но все-таки пересилила себя. Смогла. И, слава богу, получилось. А в полуфинале против Венгерок подопечные Вячеслава Кириленко столкнулись с настоящим хамством. Соперницы толкались, кусались, почти дрались. Но наши и тут не опешили, ощетинились, встрепенулись и опрокинули сверстниц, которые при своей агрессии еще и превосходили россиянок габаритами красивым темповым гандболом. Мы выдержали. А сложнее было с ними или с Данией финала? С Данией. Данией это эмоции, это мантраж, это финальная игра. Ты понимаешь, что смотрит на тебя вся Россия, и ты не хочешь подвести. А еще команда Кириленко дружно проехалась мимо экзаменов и выпускного бала. Пока их 17-летние сверстницы и сверстники сопротивлялись каверзам ЕГЭ, наши юные гандболистские чемпионки ставили на поток победы над сборными Германии, Швеции, Венгрии и Дании. Но, как говорят, если не лукавят, конечно, с учебой ни у кого в сборной проблем глобальных нет. Вот я пропустила выпускной, у меня как раз был выпускной 29-го числа, а я вот была на играх. Ну ничего, страшно. Выпускной, выпускной, а экзамены? Экзамены я сдала ЕГЭ, закончила 11 класс. Все, все хорошо. Хорошо, а есть такие отчаянные двоечницы, хулиганки в команде? Нет, нас понимают. Мы спортсмены, все-таки относятся к нам с пониманием. Нет таких. Девчонки, которых победа на чемпионате Европы сблизила еще больше, расстаются совсем ненадолго. Через пару недель они уже будут тем же составом выступать на Олимпийском фестивале в Турции. Ну а на чемпионат мира будущего года уже для 18-летних они уверенно отобрались благодаря европейскому золоту. Артем Шмельков, Роман Видюхин и Алексей Попов. Специально для программы ЭХО.